В декабре 1941 года находившийся в Куйбышеве Большой театр СССР Взял шефство над окружным военным госпиталем Вскоре после этого в госпитале состоялось торжественное заседание и концерт В котором приняли участие лучшие артистические силы Большого театра Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о тех, кто 70 с лишним лет назад Так же, как и сегодня, днем и ночью спасал жизнь людей О врачах, работавших в тыловых госпиталях И хоть сами эти госпитали были тыловыми Но те, кто в них работал, находились на самой настоящей передовой Вы умеете скручивать плотные скатки? Почему? Это ж труд пустяковый Закатайте шинель, придавите складки и согните вот так, подковой Итак, в декабре 1941 года в окружном госпитале встречали артистов Большого театра Врачи и медицинские сестры тяжело раненые И те, кто уже шел на поправку, как дети Радовались тому, что к ним в гости пришли настоящие звезды театральной сцены Которые спели прямо в палатах арии из оперных спектаклей Тех самых, которые совсем недавно шли на сцене Большого театра Союза СССР Это был настоящий праздник, дававший силы и внушавший веру в то, что страна видит и ценит Неутомимый труд людей в белых халатах, без которых не было бы ни боеспособного фронта, ни крепкого, надежного тыла Праздник, который был нужен врачам и медицинским сестрам Но еще, может быть, больше был необходим самим артистам Которые не хотели оставаться в стороне от борьбы с врагом Старались, как могли, прийти на помощь эвакуационным госпиталям и жителям города Куйбышева Так, в феврале-марте 1942 года читатели Фрунзенской районной библиотеки города Собрали свыше тысячи ценных книг для госпитальных библиотек Всего же по 22 районам области было собрано больше 15 тысяч книг для комплектования библиотек госпиталей Ну и концерты и госпитальные библиотеки были хоть и важным, но не ключевым звеном в работе эвакогоспиталей Ключевым же были медицинские знания и навыки, которыми приходилось овладевать сходу, без времени на раздумья Время теперь летело быстрее пули, и те, от кого зависело спасение здоровья и жизней людей, просто не имели права отставать от него Зимой, весной 1942 года Куйбышевской военно-медицинской академией были организованы полуторамесячные курсы по хирургии для молодых госпитальных врачей В ходе этих курсов были изучены несколько хирургических дисциплин и проделаны сложнейшие операции Лучшие выпускники курсов были аттестованы как начальники отделений ИВАК госпиталей За полтора года войны трудящиеся в нашей области сдали более 25 тысяч книг для укомплектования госпитальных библиотек Особенно активное участие в этом деле принимают библиотечные работники, учителя и школьники Только за последние месяцы в Подбельском районе собрано 3,5 тысячи экземпляров художественной, политической и научно-технической литературы От 500 до 2,5 тысяч книг для госпитальных библиотек передали трудящиеся Утёвского, Чердоклинского, Сергеевского и Красноярского районов области В светлых корпусах госпиталя стоят на боевом посту врачи военно-медицинской академии имени Куйбышева Писала газета «Коммуна» 16 апреля 1942 года Здесь оперируют и возвращают фронту раненых бойцов, а также лечат тяжелобольных героев тыла Мысль об оливном методе лечения возникла у военного хирурга Петра Петровича Хохлова еще два года назад на Финском фронте Когда в суровые морозы 1940 года бойцов с ранением мочеполовой системы отправляли из полевого госпиталя в тыл Повязку приходилось менять ежеминутно, она намокала уже на глазах у хирурга Но в морозы сделать это было просто немыслимо В результате бойцы испытывали нечеловеческие муки Горячее желание хирурга помочь раненым заставило его искать, усовершенствовать и изобретать Так на свет появился несложный прибор в виде оливы, который позволяет не менять повязку в течение 10-20 дней Олива, изобретенная хирургом Хохловым, просто вводится в рану А в имеющиеся в ней отверстия вставляются две резиновые трубочки Через одну из которых выводится гной, а в другую вводится лекарство В результате не нужно менять часто повязки и рана заживает гораздо быстрее Придуманный военврачом Хохловым прибор опробировали здесь же, в ВАК-госпитале В одной из палат которого уже больше месяца лежит раненый в ногу лейтенант Зайцев Одну из ран Зайцева лечили обычным методом Тампонами, которые смачивали в лекарстве А вторую – оливным методом доктора Хохлова Так вот, вторая рана затянулась в течение 9 дней Тогда как первая все еще продолжает кровоточить Силами пионерского лагеря Эннского завода в августе 1942 года В одном из ЭВАК-госпиталей города Куйбышева был дан большой концерт Школьники хорошо подготовились к концерту Особенно успешны были танец с лентой, красноармейские частушки и массовая народная пляска Перед концертом один из пионеров рассказал бойцам, как в суровые дни войны Школьники сочетают свой отдых с повседневной помощью колхозам в сельскохозяйственных работах Кроме этого, молодежь активно участвует в сборе лекарственных трав А на деньги, вырученные от сдачи лекарственных растений Пионеры приобрели материал и изготовили для бойцов расшитые кесеты и носовые платки После концерта пионеры вручили каждому раненому по букету полевых цветов Бойцы и командиры горячо поблагодарили своих юных друзей за выступления и подарки Еще одним важным открытием медиков одного из кубишских госпиталей Стало средство от такого недуга, как цинга Цинга подкрадывается к человеку незаметно И начинается с слабости в ногах и сонливости Обычных признаков переутомления Но если на начальных стадиях этот недуг достаточно легко излечивается То в запущенном виде он требует долгой и серьезной борьбы Оказываясь в окружении и скрываясь в чаще леса Бойцы часто вынуждены питаться сухарями и консервами Но даже лучшие консервы не способны дать организму те витамины, которые мы получаем с обычной пищей Найти средство предупреждения и лечения цинги Поставили перед собой задачу врачи клиники внутренних болезней под руководством профессора Бера И это средство действительно было найдено ими Оказалось, что слебный витамин содержится в сосновых шишках Таким образом, добытый из шишек экстракт является превосходным лечебным средством Есть, правда, одно но Этот экстракт неприятен на вкус Но врачей куйбышских госпиталей это не испугало И теперь они работают над его вкусовыми качествами Всеми силами помогают фронту врачи военно-медицинской академии имени Куйбышева Всеми силами помогают врачи окружного и эвакуационных госпиталей Помогают, возвращая в строй раненых бойцов Подготавливая новые кадры и посылая в полевые госпитали опытных хирургов Десятки врачей и медицинских сестер идут на запад вместе с Красной армией И многие из них уже награждены орденами и медалями Десятки санитарок и жен врачей получили специальность медицинских сестер И готовы, если нужно, прийти на помощь раненым Но и те, кто работает в госпиталях здесь, в тылу Чувствуют дыхание фронта И делают все, чтобы враг был побежден По инициативе комсомольцев Николы Черемшанского района Осенью 1942 года был организован сбор овощей С индивидуальных огородов для раненых бойцов Находящихся на излечении в госпиталях Комсомольцы уже собрали и отправили в один из госпиталей 400 килограммов картофеля Активно участвуют в этом мероприятии Комсомолка, товарищ Головань и домохозяйки Нефедова и Ратенкова Сейчас молодежь района готовит к отправке В госпитале новую партию картофеля, моркови, свеклы и других овощей В июне 1942 года в Куйбышеве состоялось совещание ведущих хирургов и ВК госпиталей Совещание обсудило итоги лечебной работы и наметило перспективы ее улучшения В докладах, сделанных на совещании, рассказывалось как о победах госпитальной хирургии, так и о стоящих перед ней проблемах Так, в госпитале, где работает военврач Булгаков, очень высок процент возвращения в строй раненых бойцов Врач Соколов предложил свой способ лечения ампутированных конечностей А его коллега, врач Тимагин, предложил при наложении гипсовых повязок использовать вместо марли древесные опилки Профессор Ларин Эпштейн нашел пути скорейшего восстановления кровообращения при ранении крупных кровеносных сосудов А доцент Литвак предложил метод лечения раненых конечностей В работе совещания принял активное участие лауреат Сталинской премии орденоносец-академик Спаса Кукоцкий Перед возвращением на места службы хирурги поклялись еще лучше овладеть своим хирургическим оружием Чтобы восстанавливать боеспособность бойцов Красной Армии и возвращать их в строй Завяжите концы, подогнавшие по росту Все, осталось теперь нарядиться Это так интересно и мудро и просто Это вам еще пригодится С вами был Михаил Перепелкин